США просит Израиль не спешить с ударом по Ирану, с миссией убедить. В этом еврейских властей в Тель-Авив прибыл глава Пентагона Леон Панетта. Он провел встречи со своим израильским коллегой Худом Бараком и премьер-министром страны Бениамином Нетаньяху. Стороны пытаются решить, как остановить ядерную программу Ирана. Вашингтон по-прежнему надеется, что сработают санкции. Израиль призывает к действиям. Все подробности у Софии Тетрадзе. США и Израиль сегодня не просто стратегические партнеры, но еще и друзья по несчастью. Не дает покоя иранская ядерная программа. И если для Соединенных Штатов это пока всего лишь вопрос угрозы внешних интересов, то у Израиля куда больше поводов для беспокойства. В силу историко-географических обстоятельств два государства, еврейское и исламское, говоря языком дипломатии, не находят общий язык. Масло в огонь подливает ядерная бомба, которая вот-вот, уверены в Израиле, появится у Ирана. Иран – единственная страна в мире, которая пытается создать ядерное оружие и одновременно призывает к уничтожению другого государства, в данном случае Израиля. И это было бы неправильно с нашей стороны игнорировать это. Сахал готов действовать, и, как мы видим, все возможные варианты уже на столе. И это не лозунг, это рабочий план, и мы его выполняем. Дискуссии проводятся на политическом уровне, где мы говорим, что мы думаем и выполняем то, что уже согласовано. На политическом уровне пока звучат лишь угрозы и предупреждения. И мешает Израилю перейти от слов к действию, пожалуй, лишь позиция союзников. Её сегодня ещё раз озвучил глава Пентагона Леон Панета. Протокол не стал умалчивать, что министр обороны США поехал в Израиль, чтобы обсудить Иран. Правда, с оговоркой – обсудить саму угрозу, а не то, как эту угрозу нейтрализовать. Я не хочу спекулировать на тему того, что мы будем или не будем делать. У США и Израиля общее дело. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы Иран не получил ядерное оружие. И мы должны использовать все мирные методы, прежде чем обратиться к военным. Под мирными методами Панета подразумевает санкции, которые действуют в отношении Ирана. Действуют и со временем лишь ужесточаются. Новый комплекс ограничений был введён и накануне, с лёгкой руки президента США Барака Обамы. Но также легко Тегеран продолжает преодолевать искусственно создаваемые трудности. Иранская нефть, на которую введено западное эмбарго, прокладывает себе новые пути. Её крупнейшие потребители – Китай, Япония и Индия – черпают чёрное золото из Ирана сотнями баррелей. Именно в том, что санкции не действуют, пытаются убедить еврейские власти своих союзников. Министр обороны Израиля Худбарак принёс на встречу со своим американским коллегой конкретные аргументы. «Тегеран близок к 20-процентному уровню обогащения урана, который необходим для создания ядерного оружия. Разработки идут каждый день, мы теряем время в ожидании результатов санкций и работы дипломатов, а иранцы продвигаются вперёд». Впрочем, оказать поддержку, на которую рассчитывает Израиль, США не готовы, по крайней мере сейчас. Впереди президентские выборы напоминают в кулуарных беседах американские политики. И продолжают настаивать – санкции действуют. Пусть они не заставили Исламскую республику отказаться от своих ядерных амбиций, но так или иначе повлияли на Тегеран и вынудили сесть за стол переговоров. София Тутрадзе, канал ПИК.